Субтитры сделал DimaTorzok 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 Интересное название Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, да, да Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, а тут ты можешь как бы дать попробовать Эту историю Просто отвезти Это очень замечательно Отличная штука, кстати говоря Очень сильно рекомендую от себя От себя есть такое кафе У дяди Макса называется Смотрите Это совместный проект Макса Фадеева Вы знаете, это известный продюсер и композитор И вице-президента Крокус-группы Мира Агаларова Ну, в общем, это еще то Представление тоже не нуждается Да, не нуждается Оно, это кафе уникально по формату Оно есть в Вегас-Крокус-Сити и в ТЦ Европейский Там есть звукозаписывающая студия для детей Вот как Да, и она как бы входит Ну, то есть Ты сидишь, ешь спокойно А ребенок там что-то поет В радио играет Так что если у вас ребенок в себе нашел вдруг радиоведущего или певца То это вот туда Там себя можно почувствовать звездой Там есть диско тоже такая А запись потом можно? Ну, я думаю, что можно Да-да-да, там все это делается То есть это вот как раз для тех кто тяготеет к шоу-бизнесу и хочет себя попробовать на этом поприще И оно такое очень яркое Там яркое детское меню То есть если у тебя какие-то даже полезные блюда упакованы так Что ребенок их захочет съесть Там даже, допустим, паста в форме каких-то конфеток Очень, очень забавно Да Очень забавно Как еще раз это Они находятся У дяди Макса У дяди Макса Почему не у дяди Максима? Я не знаю Ну хорошо, ладно У дяди Макса Не про еду, но про досуг Савиное кафе на Рижской Савиное? Да Там маленький такой стоит рядом с метро Рижская Стоит маленький-маленький-маленький особнячок Такой домик во дворе И там внизу в подвале живут совы Их много Их можно трогать даже Ну, если разрешить Да, если Там экскурсовод увидит Что ребенок у вас Спокойный, дружелюбный Он может дать потрогать сову Потому что с совом, кстати, все равно Они не агрессивные, ты хочешь сказать? Я не знаю Я не трогал Я их видел живую Я просто была Эти не агрессивные Во-первых, я даже делала про них репортаж И, во-вторых, совы Они такие Не сильно нуждаются в общении И они на нас на людей Смотрят как бы чуточку свысока Им, в принципе, все равно Ну, потрогал, потрогал Что-то там прошелестело рядом Прямоходящее тут какое-то пришло ко мне Да, они там, на самом деле Что мне нравится в этом Они вполне себе счастливы своей жизнью У них отличное довольствие кормления и так далее Потому что, опять же Они как-то так выглядят, знаешь, супердовольными Они же днем спят вообще так, в принципе-то, а? Да, я уж не знаю, насколько им там надо летать, не летать Но когда я там была И девушка мне в полных подробностях рассказала Про каждую сову, ее характер и так далее Она делалась с такой любовью Что они там чуть ли не целуются в клюв с этими совами И, я не знаю, выглядят они прекрасно И я спрашивала, а летать надо этой птице? Вы ее там не мучаете? Вот тем, что она в особняке у вас живет Она говорит, нет-нет-нет, у нас это все решено Вот так и так Мы их там как-то выгуливаем В общем, там все очень серьезно А вдруг они их выпускают? Поэтому я рекомендую Стая сов по ночам Я вам рекомендую это место Во-первых, с точки зрения того, что для ребенка это будет интересно И для вас тоже Вы очень много узнаете про сов Ну и с той точки зрения, что это то редкое место Где контакт с животными Но при этом животных не мучают Понимаете? Потому что я очень болезненно к этому отношусь Мы как-то поехали в отель Загород И там был типа анонсирован детский зоопарк Нет, не зоопарк Я когда увидела, в каких содержат условиях Я даже могу назвать, кстати Ну почему нет? Антиреклама Боярская усадьба называется Это шоссе по направлению к Дубне, если ехать Дмитровское шоссе Да, небольшой такой мини-отель Я такого отвратительного отношения к животным Кошмар То есть там эти павлины-мавлины ходят зимой по колено В ледяном деревне, извините за выражение Явно, что им некомфортно, никто не убирает Те две лисы, которые, лисы Которые реально надо бегать в маленькой узкой клетке Которые кормят тухой курицей В общем, это ужасно было И вы знаете, подошел ребенок Ну то, что я там чуть не расплакалась У меня просто сердце замерло Подошел ребенок, который, по идее, для кого это сделано? Для детей Конечно И вы знаете, он не был рад Но он же видит, в каких условиях сойдет Он моментально считал, что тут что-то не то Что это все какая-то грязь и вонь И вообще прям страшно тут как-то находиться И он какой-то такой грустный стоял И потом начал поднывать Его родители увели Вот тебе и весь мини-запарк был А причем, ты представляешь, какую психологическую травму Может нанести ребенку подобного рода заведение? Потому что я, кстати, не против мини-запарков в отеле Но это должны быть курочки Это должны быть кролички Ну что-то такое Что можно будет потом подать на стол Во-первых Павел Да, ну в принципе ты прав с другой стороны, да Да, ну я на самом деле переживала это в детстве Я вот помню, как-то я просила папу Когда мы ели какого-нибудь кролика очередного Папа, ты можешь хотя бы их не называть по именам? Типа, не надо говорить Сегодня мы едим финишку Эльвира тебя просит повторить Заведение, где сов можно посмотреть Савиное кафе на Рижской Савиное кафе, не забудьте, не перепутите Так, и самая последняя моя рекомендация на сегодня Ну у нас, вы сами понимаете, конечно Очень много и в регионах, и в Москве Таких интересных мест для детей и семей Но я просто сегодня ограничена по времени Итак, ресторан за городом Называется Марио в Жуковке Не дешевое заведение Рублево-Оскенское шоссе Разные люди, в том числе для которых Это не проблема, я за вас рада Желаю вам и дальше пребывать в здравии Это без всякого сарказма, кстати Да, ресторан с говорящим, в общем-то, названием Потому что сразу понятно, что это итальянская кухня Он работает с 2007 года И сами понимаете, что если в таком месте работать с 2007 года Конечно же, предлагаемая кухня, она прекрасна Не дай бог, что это не так будет Лосось в сливочном соусе обойдется в 2450 рублей Однако, батюшка, да? Да, закашлялся Павел Кириллович Но при этом, каждые выходные гостей ждет живая музыка По воскресеньям детские кулинарные мастер-классы Просмотр мультфильмов Ну, под открытым небом С лососем Да, с лососем вместе за 2500 И анимация А еще в распоряжении ресторана есть интерактивный зоопарк Вот здесь тоже зоопарк под хорошим, со знаком плюс То есть он под нормальным управлением Животных там не мучают Там животные, во-первых, это там кролики всякие И они не выглядят так, что, типа, убей меня, пожалуйста, мальчик Или девочка Сделай мне лучше, да Москвичи, почему зарплата в Москве пишут нам больше, чем в регионах За одинаково выполняемую работу Ну, не надо рассказывать про цены и так далее Мы в разных государствах живем Друзья, я наоборот рассказываю про цены Потому что мне кажется, что это самый интересный аспект Я всегда, что бы мне ни рассказывали, мой первый вопрос, сколько? Ты знаешь, у меня только другой вопрос А почему вы нас-то в этом обвиняете? Вот как будто мы здесь, живущие в этом городе, такие редиски Понимаете ли, и такие снобы, которые смотрят высокомерно на всех И вообще рады тому, что у нас зарплата выше, чем в вашем регионе Ну вот ей-богу, как будто мы в этом виноваты Сказал Осипов, который работает на две работы Один свой бизнес, на три На три, две редакции и один бизнес Говорит Касьянова Дарик, у которой три начальника в данный момент У меня три работы Ну, Павел, ладно, спрашивать не будем, он улыбается Видимо, что-то в этом же роде шарошит там по выходным Я фрилансер Диджей сеты, да? Все мы фрилансеры в данном случае И, к слову сказать, я считаю, я абсолютно с вами согласен В том смысле, что уровень жизни должен быть везде Более или менее одинаковым и приемлем И такое расслоение, это, конечно же, не дело Но, возвращаясь, я тут недавно смотрел на прошлой неделе Мы не брали его в новости Как раз-таки опрос россиян по поводу того В каких регионах люди самые рабочащие И меня поразило, и это абсолютная правда Москва считается городом, где работают больше всего именно работящих людей Ненормированный рабочий график Рано или поздно ты уходишь Ну, про рано я вообще молчу Да, мы, понятное дело, что мы, так сказать, выбиваемся из общего тренда Когда надо, тогда и уходишь Когда надо, тогда и уходишь Я с этим согласен У нас можно звонить по работе хоть в час ночи без проблем Если есть вопрос То есть это не считается каким-то чем-то неудобным Мавитоном Звони, конечно, вопрос же рабочий Вот одна из причин, почему в Москве высокие зарплаты Потому что мы фактически работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Да, вот вы попробуйте в Питере позвонить Допустим, захотите что-нибудь купить В 10 вечера в пятницу Все Конечно Скорее всего, вам даже никто не ответит По поводу кафе Как же Андерсон? Вы знаете, я не стала брать Андерсон Я тебя хотел спросить об этом, но не стал Потому что это самая известная сеть в Москве И я просто не хотела, чтобы меня обвинили в банальности Но, конечно, Андерсон это здоровское место Детям нравится И там хорошая кухня И там, в общем-то, действительно неплохие игровые зоны Бывало там часто Ну, это формат детских заведений Детских кафе Специально он и придуман Как раз-таки для детей Вспомнил историю о друге из детства У него в деревне был друг Козленок Кузя А потом был суп из Кузи У друга травма до сих пор Прошло 25 лет Я вот как-то не травмировалась Но мне было, конечно, бывало мне грустно Просит нас Мы ваши просьбы все-таки слышим Безусловно И всегда, уважаемые наши слушатели Пригласите, пожалуйста, специалистов по вопросам продвижения художников Я работаю в культуре и искусстве Мне будет интересно послушать Почему? Потому что сейчас происходит своего робота импортозамещения в этой сфере Мы ищем такого человека С которым могли бы поговорить именно Ну, у нас, в принципе, вот была девушка по стрит-арту Она отчасти погружена в эту тему Я бы хотела, чтобы она стала нашим колумнистом вообще по искусству Вот, ты знаешь, мы попробуем, может быть, с ней связаться и поговорить Сможет ли она нам действительно на профессиональном, экспертном уровне Объяснить, что у нас сейчас происходит как раз-таки в среде художников Насколько, как их продвигать из галереи А давайте, кстати, вот позовем, например, там, художника такого уровня, как Таня Пёникер Или ее, я могу это сделать Чтобы она рассказала историю своего, в общем-то, становления в этой сфере Потому что у нас не так много вообще в России художников, которые через Сотбекс торгуются И, ну, это хороший опыт будет для нас Мы тут можем вообще с тобой, так сказать, даже маркет... Или в Boom Red Line участвовали в таком формате Отлично! Мы можем здесь с тобой такой вариант Сотбекс под серебряным дождем устроить Здесь нарисуют какую-нибудь хорошую картину Мы ее повесим Вот среди тех картин, которые расположены у нас на стене Напишут, да? Да, соответственно, пройдет несколько лет Если приглашенный тобой художник окажется чрезвычайно успешным Так это повысит капитализацию радиостанции О, смотри, совет отличный По арту эксперт Софья Троценко Да, хозяйка винзавода Территория дизайна подойдет Вполне Да, конечно, подойдет Если Софья согласится Конечно То мы будем очень рады ее видеть Если, да, если у вас есть ее контакты Софья согласна Мы с радостью, на самом деле, сейчас перепишем телефон Пришлите его просто нам на наш смс-портал Ну, либо мы сами найдем Да, плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 И мы обязательно с ней свяжемся Потому что всегда интересно экспертное мнение К другим новостям давайте перейдем Или сделаем небольшую музыкальную паузу Я вот подумал, Даша У нас сегодня забавная композиция номера дуэ Как я это называю Старый-старый добрый хит Но как раз-таки для пятницы, мне кажется, подойдет Кстати, давненько его не было у нас в эфире Давненько не было Очень давненько Очень давно не было Ну, вот давай сегодня таким По волнам памяти нашей И пройдемся Известная композиция, я думаю, она даже и не нуждается в представлении Серебряный дождь Слушай, вот эти навигаторы Навигатор показывает это вообще Вот Все, тебе прислали, да, телефон? Спрошу ее сегодня, правильно А ты, а и ты и направил свой телефон, да, Даша? Да Отлично Конечно Бля, она, конечно, спит бомбически круто Ой-ой-ой Думка спит бомбически круто Да Про Ребамбель Что Были на Войковской, все очень здорово Это право Ну, типа Прямо 5 плюс Ну вот Сколько ты? Три Вот там еще осталось Сколько ты там назад, не поняла, месяц или сколько Назад отметили день рождения дочки на 12 человек, 150 тысяч Слушай, я в прошлом году, мы арендовали в батутном центре, устраивали ребенка в праздник В небе? Стол, кандибар, фото зона, аниматор, тортик А, нет, у нас на соколе он просто А, у нас тоже есть небо на бабушке, прям рядом с метро А ты есть в инстаграме вообще? Да Есть? Осипов про, конечно А ты туда заходишь? Редко Раньше там постил, когда ездил У меня жена там постоянно живет В инстаграме Даша, я уже нашел Даша, там такая классная Летитичка Конечно А ты там такой же, такой же там Нет, у меня, Дарья Слушай, у меня, знаешь, еще классный есть инстаграм какой? Касьянова Art Вот там мои картины Там прям сочнее, чем Даша, зачем нам искать спикера? Ты же у нас художница Художник, точнее Вот опять же, по поводу феминизма Ой, да нет, ну я бы говорила все-таки с... Людьми, которые живут этим Я уже давно не зарабатываю таким образом Слушай, вот, кстати, тоже... Хотя у меня неплохо продавались картины Но ты знаешь, я никогда не стремилась ни к галереям, ни к чему Я просто выставляла чуть ли не в инстаграм Типа, ребята, вот есть вот такая... Ну а ты критикам каким-нибудь показывала художественным умным? Которые бы оценили твоего произведения? Ну, нет, критикам нет Никогда не общалась с ними даже особо Но другим художникам, которые этим занимаются Потому что я же с ними училась со всеми О, нам даже уже предложили название Contemporary Art Аукцион от Серебряного Дождя Суперидея Действительно прикольно Представляешь, если человек придет Мы с ним будем разговаривать А она будет или он будет еще рисовать что-то Что захочется Это очень прикольно И потом повесим сюда Она будет подтормаживать в ответах тогда Пусть она подтормаживает в ответах Но это будет прямой Мы сначала с ней будем говорить Потом мы можем оставить Вести какие-то свои темы Человек будет делать заметки Потом раз покажем Вот смотрите, что у нас получилось Не выставим ее сюда Потом действительно на аукционе Можно толкнуть Очень прикольная идея, мне кажется Ой-ой Песня закончилась внезапно, да, Паша? Раз и все Есть такие предательские песни Которые заканчиваются предательски Вот прям в тяжелом Бах и все И нет ничего, да Ну, это, конечно же, был Нарс Баклей Крейзи Композиция Давайте к другим еще новостям У нас осталось несколько минут Я эту тему хотел бы обсудить с вами Наши уважаемые слушатели Обожаю, конечно, ваш пенсильваньский акцент Шикарный Какой есть? Нет-нет, очень хороший Спасибо Не могу привыкнуть просто Переход на гибридную работу Снижает уровень увольнений на треть Мне нравятся эти фразы Переход на гибридную работу Снижает уровень Как будто мы говорим, я не знаю О каком-нибудь техническом устройстве Сложного механизма На самом деле, речь идет о работе Согласно новому исследованию Гибридный способ работы Снижает уровень увольнений В крупных, ну, в данном случае Технологических компаниях Сразу на 35% И улучшает показатели Вот особенно, например Показатели удовлетворенности работы Господи Не оказывая негативного влияния На эффективность и продвижение по службе После бурного роста перехода На удаленную работу во время пандемии Многие компании стали применять Гибридные формы работы Для своих сотрудников, говорится в исследовании Обычно это предполагает работу Два-три дня в офисе в неделю Остальное время мы находимся дома Помимо улучшения ситуации с оттоком кадров В документе также подчеркивается Что гибридные формы работы Меняют график и привычки Сотрудники работали примерно на 80 минут меньше В дни работы на дому Но примерно на 30 минут больше В другие рабочие дни и выходные Кроме того Те, у кого была возможность работать дома Продемонстрировали несколько более высокую Производительность труда А как вам вот этот принцип гибридной работы Наши уважаемые слушатели Нравится ли вам Что, допустим, из пяти дней в неделю Один-два раза вы приходите непосредственно в офис После чего вы, там, я не знаю, 3-4 дня Находитесь у себя дома и работаете Сказывается ли это на эффективности вашей работы или нет? Пишите, звоните, плюс 7903-797-6333 Мы же, в свою очередь, перейдем к экономическим телам О, у нас появился гость в студии Да, у нас в гостях сегодня будет Как раз-таки для обсуждения Серьезных экономических проблем Решения Банка России Снижения ключевой ставки И повышения ключевой ставки За рубежом, прежде всего, федеральной резервной системы Мы для этого пригласили человека Который нам очень подробно И я надеюсь, что таким нормальным Человеческим языком сможет это рассказать Ксения Андреевна Мондаренко Преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Департамента мировой экономики Высшей школы экономики Ксения, здравствуйте Доброе утро! Еле вас нашла Да ладно, что вы! Минут 15 вокруг ходила Да как это может быть? Серебряный дождь уже на всех картах обозначен, как вы знаете Не надо адреса даже Серебряный дождь в поисковике, он незаметительный Мы заволновались из-за того, что в пробку попали Я в пробку попала в две Потом в паре была Извините все, если автомобилисты слушают Хорошо, что вы все-таки доехали Давайте тогда У нас не так уж и много времени Сразу к сути Да, Ксения, спасибо вам большое Что вы все-таки до нас добрались Скажите, пожалуйста Мы начнем с наших пенатов Сразу же вот так вот С места в карьер, простите, Ксения Снизили Банк России ключевую ставку Сразу на 150 базовых пунктов До 8% Говорят, что это стало абсолютно неожиданностью для рынка Люди говорят Как так? Зачем снижать базовую ставку? Как? Но с другой стороны Большинство претангрузов, кстати, предполагало Снижение всего там на 50 пунктов А почему Банк России, на ваш взгляд О чем это говорит? О каком-то развороте в нашей монетаристской политике Таким умным словом я попытаюсь оперировать Монетарной О, простите Вот опять тут же Андрей, ты не прав, да? Вчера было Да, это хэштег Андрей, ты не прав Хэштег Андрей, ты не прав Монетарный политик Кредо преподавателей просто Это замечательно, поправляйте нас На самом деле эта история, скорее всего, потому что российской экономике, ну, мягко говоря, плохо Ну, потому что в условиях текущих рисков, да, во-первых То есть у нас есть два фактора, которые вообще определили эту историю Во-первых, это проблемы в экономике Во-вторых, это замедление инфляции То есть, как бы, одно с другим связано, потому что, если люди не покупают, да, то есть у нас, как, у нас баловый продукт, да, ВВП, он определяется, исходя из того, сколько люди покупают, да, то есть спрос это определяющая история Из платежеспособного спроса населения, да, вот так вот, опять же Даже не платежеспособного Располагаемых доходов В том числе располагаемых доходов И того, насколько люди хотят в текущей ситуации Ку-ку-ку, хороший Да, это наша умка, вы тоже познакомьтесь Вот, из того, насколько люди хотят совершать какие-то покупки, в том числе краткосрочные, долгосрочные И предприятия делают, да, инвестиции То есть, да, в данном контексте у нас для предприятий все это дело ограничено, потому что очень высокая неопределенность сейчас все равно, да, то есть мы говорим сейчас о фундаментальной перестройке экономики, но для всего нужно время Мы только что это начали, да, а люди просто боятся, потому что, например, кто-то боится потерять работу, потому что у нас все-таки западные компании не уходят с российского рынка Ну, как вы знаете, да, сегодня вот утром вышли данные по безработице, хотя там рост не очень высокий, там, по-моему, 3,9-4, 3,9-5, но исторически в июне был как бы рост спроса на рабочую силу То есть, ну, с уходом сезона факторов получается, что у нас все-таки безработица несколько сильнее выросла, чем, говорят, данные Росстата И во второй половине этого года, собственно, ЦБ боится о том, что эта история будет усиливаться, и поэтому даже в своем решении ЦБ говорит о том, что, друзья, вот потребительская активность, в частности, вот доходы и безработица, то есть рынок труда, да, вот он будет как бы определяющим в дальней степени Для того, чтобы как-то сгладить вот эти негативные последствия, получается, это вот первая, да, история была, почему и снизили Вторая история, это наша любимая инфляция, которая у нас, к счастью, замедляется, да, в последние, там, уже, по-моему, 9 недель Ну, только покупательская способность валюты снижается, но это ладно, не говорим об этом Почему покупательская способность валюты снижается? Рубля, рубля нашего дорогого снижается, на мой взгляд, потому что цены растут, а инфляция падает, уникальная такая ситуация, собственно говоря В смысле? Ну, потому что мы на рубль можем купить гораздо меньше, давайте сейчас прервемся и об этом поговорим в целом, в целом, уже после краткого выпуска новостей Все, можно говорить Лампушка красная, поговорим Шесть минут Шесть минут! Да, потому что, чьи данные факты Да, да, а есть еще такой вопрос, я же не знаю, вот стоит ли вам задать или нет Вчера появилась буквально информация по поводу инфляции, уровня инфляции, что это они рисуют, на самом деле, про 4% Реальная инфляция, если отталкиваться от количества рабочих Ну, 3,9, вот то, что они сейчас, вы сейчас сказали, не инфляция Чего? Безработица? Безработица, господи, да 3,95, 4% они рисуют Реальная, говорят, что безработица, вчера появилась экономические данные, сейчас составляет 9-10%, потому что огромное количество персонала просто не работает, а сидит вот в тех компаниях То есть их не уволили, грубо говоря, а выплачивают зарплату, но есть огромное количество сотрудников, которые отправили в неотплачиваемые отпуска И они не попадают вот в эту категорию безработных Да, я, честно говоря, не знаю, откуда данные вот эти вот 9-10, честно, не знаю Но ЦБ сам говорил о том, что действительно есть вот такие риски, о том, что действительно могут там снижаться То есть вы можете де-факто оставаться в числе работников, да Но де-юре вам могут зарплату либо снижать несколько, либо не платить Эта история была прям топ для стран типа вот наших Азербайджан, Казахстан во время ковида Вот когда 20-й год был, у них там прям повально просто всех отправляли У нас просто, к счастью, такого нет, то есть у нас всех в неоплачиваемые пуска не отправляют А там это прям была повальная история, вот Но сейчас эта вот история характерна скорее не для российских, а для западных компаний То есть, ну, вот именно вот эта вот проблема, она из-за того, что западные компании уходят И она действительно есть, то есть людям действительно их еще не уволили, но они там уже не работают Я не знаю насчет оценки в 10%, честно, я сомневаюсь, что 10% типа населения России Просто, смотрите, безработные это кто? Ну, вообще, кто это? Это человек, который на биржу пришел и говорит, товарищи, я безработная, я хочу работать То есть, остальные, если я домохозяйка, я сижу дома и мне типа, ну, все равно, а я не безработная Я не считаю безработной, это во всем мире Либо вы ищите работу, но не через биржу, а просто там через какие-то другие сервисы, как мы все и делаем Да, я не заявляю о том, что я безработная То есть, вот в этом, вот в этом, вот в этом и суть А как бы тут, ну, это и есть уровень безработицы Ну, как бы, но если вы уходите и вы там уже куда-то что-то там пишете, что вы где-то что-то хотите найти То это да, то вы уже считаетесь безработным Вот так вот, это тоже, ну, это как бы по всему миру, так? Тут ничего Россия нового не придумала Вот, ну, проблемы с данными, как бы, это актуально, конечно В нашей стране особенно Везде, я вам скажу, везде Но у нас со статистикой вообще беда Ну, не совсем, это вы не скажите У нас хотя бы, знаете, у нас реально очень много чего есть, к счастью Просто я еще там понимаю Объективности только не хватает Ну, слушайте, ну, объективно у нас очень хорошая статистика С учетом того, что ЦБ, например, публиковал по структуре резервов, по всему И когда-то закрыли И, как бы, правильно Потому что большинство центробанков мира это не публикуют Я просто по своей работе очень много с, да, с этими, с данными работаю И то, что есть у нас в Росстате и в ЦБ Ну, качество, конечно, это их там, да, кухня Это уже не нам судить Вот, но по количеству вообще у нас прям хорошая статистика, к счастью Ну, сейчас вот из-за санкций они очень много убрали Они убрали страновую структуру экспорта и импорта У нас раньше была структура экспорта и импорта по регионам А сейчас нет, что ли уже такое? Нет ФТС закрыл Да, ФТС закрыл Ну, чтобы санкции не вводили Узбекистан, Узбекистан, через который сейчас у нас будет идти импорт Понятно, понятно Это как раз факт А? Что? Ты за наушниками потихонулся А, да, я понял, я уже дал слушать И, Ксения, давайте вот, если вы не возражаете Я все-таки хотел поговорить по экономической модели Вот их заявление Мантурова Вот потому, как он хочет реформировать полностью российскую экономику Он хочет отказаться от некоторых рыночных Ну, вы читали наверняка его заявление Нет, Мантурова не читает Но смотрите, он что говорит Вот я вам просто, значит, процитирую Значит, он говорит, что нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики В политике обеспечения технологического сувениритета Значит, ожидается изменение показателей, связанных с падением экспорта Спад металлургии и химической промышленности в лесном комплексе Обрабатывающая промышленность может сократиться примерно на 6% В части удобрения проблем нет Ладно, необходимо изразить в России отрасль электронного машиностроения Автопроизводителям из дружеских стран предлагается локализоваться в России Россия сможет самостоятельно создать все оборудование для газификации вообще нормальной работы страны Я когда прочитал, мне показалось Вот мне больше всего привела, конечно, фраза Поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического сувениритета Когда он расшифровал, речь идет о том, что он с одной стороны говорит То есть у нас промышленность падает, а с другой стороны нужно создавать в тех отраслях, где нас нет Типа, что мы будем создавать Мне кажется, это такой переход к несколько закрытой модели экономики Когда мы начинаем больше отталкиваться от каких-то собственных сил И уходим от глобальности вообще То есть вот я хотел бы, если вы позволите Если вы считаете это необходимо, вам это интересно Во поводу, ведь экономик сейчас, они достаточно глобальные все Та же самая Китай, который сделал ставку на закрытую экономику Он все равно так или иначе интегрирован в мировую Подождите, подождите Китай, это не закрытая экономика Китай в 2020 году вышел на первое место в мире по показателю открытости экономики Открытость это экспорт плюс импорт Он впервые обогнал США А в 2000 году у Китая было типа там 2% мирового торгового оборота А сейчас там вообще А сейчас ого-го Поэтому они обогнали впервые США То есть за все это время То есть они как раз таки идут по пути открытости Смотрите Смотрите, фишка в чем Вот эта вот история с тех технологиями Это не про открытость Это знаете, есть все страны мира Они делятся на два типа по технологиям Это страны, которые технологии принимают То есть они у кого-то их покупают Берут лицензии, патенты туда-сюда И страны, которые их создают Вот Китай до там какого-то скажем 15-го года Была страна принимающая технологии То есть они все покупали или воровали С чего началась торговая война Что они там дрон украли Который США мимо США летели Они его украли, разобрали Потом сделали вид, что они ничего не было Обратно его собрали и типа отправили Как так должно быть Утро Под серебряным дождем С Андреем Осиповым и Дашей Касьяновой Безработица, ключевая ставка Не задавайте нам вопросов С кем вы тут сейчас разговариваете Мы говорим с экономистом С Ксенией Андреевной Бондаренко Преподавателем факультета мировой экономики Мировой политики Департамента мировой экономики Высшей школы экономики Плюс 7903-7976-333 Таковы координаты эфира Если у вас есть другие вопросы А не из категории, с кем вы сейчас разговариваете Ксения, с процентной ставкой ЦБ Давайте, значит, разберемся Будет ли этот тенд продолжен? Снижение процентной ставки означает, что деньги становятся доступнее и дешевле Ну так вот проще говоря Утрировано, чтобы было всем понятно Чтобы нам не задавали вопросы Я не буду повторять его в третий раз Озвучить его в третий раз Деньги становятся дешевле Значит, есть расчет на то, что Поскольку деньги становятся более доступными Это должно стимулировать платежеспособное Как раз таки Потребление Потребление и инвестиции И инвестиции должны стимулировать Низкая процентная ставка Но с другой стороны, если мы сейчас посмотрим На то же самое США Который обнародовал недавно данные У них месячная инфляция превысила 9% И они тоже повысили процентную ставку Но больше в желании, наверное, поддержать курс национальной валюты Потому что тут вчера же Вчера же господин Пенс тут заявил Это, конечно, было... В общем, Осипов может сам с собой сделать Я понял, замолкаю Ваш прогноз, Ксения Снижение процентной ставки будет ли продолжено? Смотрите, да Какие цели оно будет преследовать? Насколько реально вообще в нашей стране? В условиях замедления... Давайте сначала про Россию Да, про Россию, конечно Конечно Собственно, снижение процента ставки будет продолжено Потому что у нас наблюдается в данный момент замедление инфляции Цель нашего ЦБ это 4% Собственно, по прогнозам ЦБ мы к этой цели придем в 2024 году В этом году ЦБ также прогнозирует, ожидает, собственно, замедления инфляции И ставку по прогнозам ЦБ сейчас в текущем То есть с учетом того, что они сейчас дают там средний диапазон ставки В определенный год она там от 7 до 8% То есть, скорее всего, снижение дальнейшее будет в ставке Но оно будет уже более плавным, да То есть не как сейчас на 150 базисных пунктов Текущая история, она нужна для того, чтобы вот Когда в марте, да, ЦБ там хайкнул до 20% сразу Резко, да Резко, да Все люди, мы с вами, возможно, вы и я, ну я точно Переложились из, собственно, потребления в депозиты То есть был очень большой переток, что люди просто стали собирать деньги на счетах Для того, чтобы они не тратили ЦБ нужно было сократить вот это вот бешеное потребление ажиотажное Чтобы у нас там половина, чтобы в магазины люди ходили, да Чтобы не ходили, а сохраняли эти деньги Сейчас нужно, наоборот, поддерживать потребление, потому что экономике, ну не очень хорошо Вот, поэтому, собственно, ЦБ снижает ставку Плюс замедляется инфляция И инфляционные ожидания замедляются Они там, по-моему, до уровня 2020-19 года дошли И, как бы, эта вся история, она ведет к тому, что ЦБ продолжит, как бы, да, смягчать вот эту вот риторику, как мы говорим И, собственно, вот в районе, там, 7%, наверное, до конца года дойдет Так, хорошо Но уже медленными темпами То есть, до этого мы дойдем Хорошо, но с точки, а как быть тогда закредитованность населения? Кредитованность населения начала расти Посмотрю последнюю статистику, там тоже не все очень хорошо Ну, не, подождите У нас очень низкая закредитованность населения По сравнению, например, с другими, там, развитыми странами Тем же самим США То есть, у нас, посмотрите, у нас даже У нас и население, и правительственный госдолг, да Там порядка 30%, плюс-минус И это очень низкий показатель, прям-прям мега низкий, да Для сравнения, там, у США, там, порядка 150% ВВП А это порядка, там, 30 триллионов долларов То есть, это... Огромная сумма Это просто гигантская сумма И вот для, как бы, для них, вот, каждое повышение ставки Это означает рост, интерес, да, процентов, да По обслуживанию долга, и это тоже очень плохо, как бы, да Но об этом вообще никто не говорит Они просто повышают ставку, потому что у них инфляция Это вообще рекордная история Да За многие-многие годы Ну, типа, люди сами виноваты, потому что они печатали Напечатали очень много денег Что они, что ЕЦБ А ЕЦБ, как бы, за ними следует Вот, а по сути, весь мир за это платит Ну, вот, поэтому, собственно говоря, буквально на... Сегодня с утра, когда я смотрел новости Значит, появилась информация от Блумберга, да, ну, авторитетная В США произошла техническая рецессия Да, это все правда Потому что ВВП упал на 0,9%, да, по итогам второго квартала В первом квартале он упал на 1,6%, да И вот, как раз-таки, это означает техническую рецессию А вот, переводя на человеческий язык для обычного гражданина Нам-то что с этим делать? Американцы-то все, они напряглись сейчас у них, как? Техническая рецессия? Беда? Ну, они всех заявляют, что это не техническая, это всего лишь техническая рецессия Это не рецессия, и у нас экономика вернулась к тренду И это просто отскок после большого роста Отскок, мне нравятся такие выражения, отскок Да, Елен даже вчера пресс-конференцию проводила по этому вопросу И сказала, что, ребята, не переживайте То есть, ну, действительно, некоторые аналитики считают, что вот есть тренд Там с 2010 года, как экономика ВВП росла в США, да И что сейчас она вернулась к тренду Но если мы посмотрим не с 2010, например, а с 2016 или с 2015 года То мы увидим, что она сильно далеко еще внизу от тренда И как бы о каких отскоках можно говорить, то есть вопрос серьезный И то, что американцы говорят, что вот два квартала подряд падение ВВП Это не рецессия, нет, 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 это не рецессия, это техническая рецессия Ну, давайте называть это отрицательным экономическим ростом, если хотите Отрицательный рост Тоже можем это сделать Ну, как бы, пожалуйста, да То есть новое слово в экономике Конечно, я, как экономист, чуть-чуть удивилась То есть, ну, они говорили и в предыдущие годы, что у них инфляция временная А сейчас оказалось, что невременная Что-то постоянной стало Ну, как бы, да, вот, поэтому это большой вопрос Отрицательный рост мне искренне нравится, конечно На ваш взгляд, какие решения хуже всего повлияли на экономику в последнее время? Ну, я сейчас, конечно, не считаю вот всех геополитических моментов, да Это мы и так понимаем Вот именно технически У нас, в России? Да, что оказалось все-таки, ну, может быть, несколько пунктов есть Ну, да, наверное, нам необходимо было все-таки больше вот идти в инновационную историю И развивать именно вот в том числе промышленность Хотя она, в принципе, развивается То есть, мы видим, что там с 2000 года Если раньше у нас вот 2000 год, когда были высокие цены на нефть Как бы очень большое количество нефти просто, да, на экспорт отправлялось чисто сырой Сейчас у нас это достаточно высокая доля нефтепродуктов там То есть, это говорит тоже о так называемой перестройке экономики в сторону, да, промышленности Все равно вот за последние 20 лет это огромная история с конкурентоспособными предприятиями Которые вышли на мировой уровень То есть, да, вот наши, например, российские банки Они очень сильно развились У них появились филиалы, ну, это сейчас санкции, да Но вот до этой всей истории это были огромные учреждения во всех странах мира Которые в Европе, например, да, наши ключевые банки были и в Азии, и в Америке То есть, и наши компании, там, Северсталь выпускала специальную сталь низкоуглеродную для Европы То есть, да, вот, то есть, ну, это вот прям такой был очень хороший процесс интеграции в мировые Вот эти вот все цепочки поставок Вот, но именно вот с точки... И хорошо, что все-таки наш ЦБ и правительство, вот, они предупредили, видимо, вот какие-то возможные последствия Мы с вами сейчас можем спокойно пользоваться картами Да, то есть, по крайней мере, в нашей стране Вот оговорчик-то важный, только в нашей стране Ну, слушайте, а если бы нет То есть, ну, систему быстрых платежей буквально создали, там, за последние 6 лет И это прям, это реально достижение Просто создать систему, вот, первоначально, да, из ничего Налоговая, например, у меня, вот, у нее рейтинг 2 Ну, по Яндекс-картам Хуже, чем там у некоторых этих Но я туда не хожу, потому что я все налоговые отчеты отправляю онлайн, к счастью Электронные документы оборудования То есть, это прям очень крутая штука, да, то есть, ну, и это, мне кажется, это очень здорово, то, что сделали Не хватает, мне кажется, еще больше, вот, ну, каких-то вот таких инновационных историй То есть, да, вот, ну, трансформации экономики в сторону, вот, каких-то создания новых инноваций, да То есть, у нас в России очень высокий уровень образования исторический был, да Ну, потому что это вообще по всему СССР было, и сейчас, как бы, остается Очень высокий уровень образования, вообще, населения И, там, 99% грамотного населения, что вообще, ну, редко, не во всех странах это есть И, как бы, вот это вот надо было использовать человеческий капитал И предотвращать утечку мозгов, которая, в принципе, сейчас тоже, ну, существенная проблема Наблюдается А мы вот человека считаем грамотным с момента, когда он может читать, писать? Смотрите, да, грамотный человек — это человек, который умеет читать, писать Человек с высшим образованием, собственно, это человек, который получил высшее образование У нас тоже достаточно высокая доля образованного именно с высшим образованием населения в стране Достаточно высокая по сравнению с другими странами То есть мы должны делать ставку все-таки на высокотехнологичные отрасли и развивать таким образом промышленность Это то, о чем мы постоянно говорим Да А вот, допустим, мы здесь, вот в этой студии сейчас с вами изобрели что-то очень высокотехнологичное А как это теперь продвинуть туда? У нас же с реализацией проблемы, если не ошибаюсь, периодически постоянно Да, вы знаете, у нас эта история была, но сейчас, с 2019 года у нас есть такая штука, как национальные проекты Да, вот большая программа Большая программа Ну, сам, ну, сам, больше всего денег, конечно, уходит в инфраструктуру Да Вот, и дороги, да, там, магистральные дороги, инфраструктура, это самый-самый большой объем Но, как бы, в инновации вот эта вся история, она там тоже достаточно высокое место занимает И поэтому, в принципе, у нас есть достаточно большое количество конкурсов, грантов Там, в том числе, локальных или, хорошенькая такая Или локальных, или региональных, или всероссийских, да, которые дают вам право, ну, на какие-то инновации Вот у нас там, например, мы от вышки получаем, подаем, да, на определенные гранты Там, если у нас какие-то есть хорошие идеи, да, то есть, ну, и, собственно, академический совет Ученый совет, как бы, смотрят, и если да, то нам даже что-то за это платят Что, в принципе, неплохо Замечательно У нас, наконец-то, сообщения начали появляться У нас много сообщений, плюс 7903-797-6333 Вопрос, слушатели Да, причем обратить на вопрос, у меня есть вопрос Вы сказали, Ксения, о необходимости модернизации Вы привели пример с нефтью и так далее Но я понимаю, что этот вопрос может прозвучать риторически А что мы сейчас-то только с этим схватились? Это, во-первых А во-вторых, согласитесь с тем, что для этого нужен соответствующий фискальный инструментарий Для того, чтобы модернизировать Те же самые расходы на неокр У нас в свое время нельзя было отнести к категории себестоимости Их можно было осуществлять только за счет чистой прибыли Это была, на мой взгляд, огромная проблема Потому что не было смысла модернизировать производство Если можно было на старом Потому что вложения не окупались никак Как с этим дело обстоит сейчас? И, на ваш взгляд, какова будет правильная политика Именно фискальная политика С точки зрения того, что нам необходимо выстроить Вот такую высокотехнологичную промышленность и экономику Модернизировать ее Да, смотрите, безусловно, это ведет к росту фискальных расходов Это как бы 100% история Потому что и достаточно высокому росту фискальных расходов Но сейчас, смотрите, исторически У нас все доходы бюджета То есть у нас есть бюджет, доходы, расходы И, как уже говорила, у нас госдолг достаточно низкий у России Потому что бюджет в основном он профицитный И в предыдущие времена у нас действовало так называемое бюджетное правило Бюджетное правило, это значит, что часть доходов от нефти То есть у вас там нефть Обязательно порядок Обязательно порядок и отправляется в резервы Да? Именно Вот, сейчас большая часть, половина, не большая часть, ладно, половина Почти половина этих резервов, она заморожена Да, то есть И оно как бы там сидит, мы с этим ничего сделать не можем Ксения, простите, перебью вас Не теряйте эту мысль Небольшая такая, совсем незаметная рекламная пауза У нас следующий гость тоже чуть задерживается Поэтому мы с вами можем просто остаться После, ну, на следующий час, в общем, идти У нас задерживается, да? У нас в пятницу, видимо, такой день Это будет твой последний вопрос После этого сможем перейти уже к гостям? Давай, давай, я бы усилий не договорил Нет, я понимаю, что у тебя есть что спросить Конечно, я все-таки хотел по... Мне интересно, честно, я просто московское экономическое институт закончил Да, я очень увлекался макроэкономикой Интересно, макроэкономические схемы, как вы строили сюда что-то Там разница, ну, я понимаю, КНДР это отдельная такая тема Но, тем не менее, есть же там... КНР, наверное, не КНДР Именно КНДР, я Северную Корею имею в виду, а не Китай С Китаем там все понятно Там проще, да Это большая рыночная экономика, несмотря на там коммунистическую политику Конечно, конечно, да Абсолютно рыночная экономика работает Абсолютно там, кинсианство, мёрфи, вот это все там работает Чего бы никто ни говорил, это все там есть, да? Но есть же гибридная, Швеция Да Социально ориентированная экономика Да, Швеция, все скандинавские страны Вся скандинавские страны, да, скандинавские Вообще другая модель Да, согласна, абсолютно Вот, в принципе, построение Ну, потому что у них достаточно, очень недостаточно, а у них очень высокие налоги Очень высокие Очень, я знаю И у них налоговая система идет в дифференциации, да, то есть Прогрессивная шкала Да, прогрессивная шкала налогообложения Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы платите Вот и все, да Ну, у ваших детей там есть бесплатные завтраки всегда в школах Их там возят, и у вас хорошие пенсии, в принципе Вот, просто у нас в России эта история не работает Потому что, почему у нас там в 2000-м каком-то, не помню, году Ввели единую систему 13%? Да А почему? НДФЛ А почему? Вот почему у всех 13%? Не знаю Вот вы скажите, Ксению, почему у всех 13%? Потому что у нас достаточно низкое социальное качество Потому что у нас всем людям, исторически, нужно с работы что-нибудь украсть Ручку там, еще что-то И люди просто-напросто будут скрывать свои налоги Воруются И после того, как это люди Это просто качество людей Вы ничего с этим не сделаете Культурная особенность Ты проще сделал ставку ниже, чтобы все платили Конечно Это и сделали Собственно, это и сделали Поэтому в 2000-м году пошел такой экономический рост у нас Потому что у нас очень большинство компаний просто вышли из тени И начали платить нормальные налоги Сейчас вот у нас ЦБ же вышло в, не ЦБ, а Минфин, по-моему Ну, Минфин, да, не ЦБ, что-то я уж совсем Минфин опубликовал требования, что с этого года люди, лица, которые, по-моему, больше 5 миллионов в год зарабатывают Они должны сверху платить еще там определенные проценты Да Там, не помню, сколько, честно, что-то обрать По-моему, 15% сверху Вот На, собственно, вот эти 2% от вот этих 5 миллионов И это вот первый, как бы, шаг к вот этой прогрессивной шкале Но сейчас пока что ее не будут вводить просто-напросто Потому что она, ну, во-первых, ситуация экономическая Не для того, чтобы еще дополнительно сокращать реальный расход населения Реальный доход населения, сами понимаете А во-вторых, потому что у вас Просто пока что мы свои головы не перестроили на то, что за все нужно платить Да, мы сейчас, к счастью, за подписки хоть платим, там, за Яндекс, да, там, за всякие Вот 12-й минуты Да, отлично, я поеду Факультет мировой экономики, мировой политики, департамент мировой экономики, высшая школа экономики С фискальным инструментарием не закончили Да, смотрите, сейчас у нас из-за того, что пока что бюджетное правило отсутствует Как бы, да, его нет просто-напросто Потому что мы не можем деньги хранить в валютах недружественных стран У нас достаточно существенно увеличивается объемы доходов, да, бюджетных Собственно, поэтому при прочих равных условиях Если мы предположим, что у нас, например, бюджет будет профицитный, к примеру, да У нас тогда все равно расходы, они как бы, да, они могут увеличиваться В том числе, там, ну, в том числе на всякие инфраструктурные проекты Социальную защиту населения и так далее Вот, но у нас он может быть и дефицитным, скорее всего, да Если он будет дефицитным, ничего страшного У нас есть резервы, как бы, дружественных стран, которые не заблокированы И мы можем вполне даже не занимать, да, на внешних рынках То есть, ну, как бы мы можем дефицит там покрыть, да Либо с помощью резервов, либо с помощью, собственно, займов на внешних рынках, да Банды, гособлигации выпуская, да Вот, собственно, ну, там я слышала, что, по-моему, в сентябре там Минфин собрался проводить аукцион Вот, облигаций, ну, как бы посмотрим, что будет, это тоже вот интересно Но это, как бы, уже следующая тема А пока, в принципе, у нас, я думаю, что с бюджетной политикой все нормально будет И если нужно будет правительству, как бы, да, нужда реально есть То они, собственно, будут увеличивать расходы на инфраструктуру И сейчас она, мы видим, что она сильно увеличивается Ну, профицитный бюджет, это тоже не очень хорошо, насколько мне известно Потому что это означает, что государство что-то где-то не доделало Что-то где-то не достроило, как-то не рассчитало, может быть, что-то Потому что профицит бюджета, это тоже не очень хорошая штука Лучше, чтобы дебет с кредитом сводился в ноль, как известно Ну, в экономике нет ни одного явления, которое может быть абсолютно положительным Абсолютно отрицательным, да, черного-белого нет нигде Вообще, у всего есть и положительные, и отрицательные последствия Вот, ну, с одной стороны, да, вы правы Но, с другой стороны, это лучше, чем накапливать огромный-огромный госдолг И потом увеличивать просто нагрузку Вот вы, да, вы же, когда кредит, например, какой-то берете То есть, там, вы не берете, там, 4 ипотеки, правильно? Потому что вы понимаете, что вообще за ружье-то деньги плачены, как Матроскин говорил И вам нужно когда-то по этой истории рассчитываться, да И лучше, чтобы у вас были какие-то резервы, запасы То есть, в один год вы как государство, так же, как и мы с вами, как домохозяйство То есть, у него есть какие-то доходы, там, зарплата Там, я не знаю, там, вот, преподавание зарплата Там, да, там, например, проекты за какие-то у меня есть зарплата И какие-то мои определенные расходы То есть, да, и в конце у меня есть какие-то накопления, то есть, резервы Есть, там, например, ну, есть, к примеру, у меня есть кредит, у меня есть кредит, да То есть, ну, вот это такая же история Здесь мы никогда баланса прям полного, ну, вряд ли сведем Вы, наверное, тоже в месяц не тратите, там, 100 рублей, не зарабатываете ровно 100 рублей Ну, конечно, ну, естественно, что-то, ну, это уже вопрос личного Это уже вопрос финансовой дисциплины, наверное, каждого конкретного человека Семей, семейного, домохозяйства, как бы там, запринято И страны, собственно, тоже И страны, собственно, в целом И тут такой кирпичик сейчас отправился в адрес за океаном Потому что там-то дефицит бюджета Особенно в Греции, Италии, Испанию, там, и США, да Абсолютно риторический, банальный вопрос, но, может быть, он будет кому-то интересен Вот часто мы слышим вот этих больших экспертов говорить Да вы посмотрите на их дефицит бюджета Все, доллара не будет Значит, дефицит бюджета, все, страна там-то рам катится, страна банкрот Хотя в Америке были города объявлены в свое время банкрот Напомню, банкротство города Детрой Вот что называется финансово развитая система Что субъект, фактически субъект государства мог себя объявить банкротом Пройти через процедуру банкротства и встать на нормальные рельсы развития То есть Америка все-таки не рухнет, исходя из таких цифр Пока доверие к доллару не уйдет, не рухнет Ну это такая настоящая расчетная валюта на протяжении многих-многих лет Да, смотрите, дедолларизация это прям такая, это прям отдельная тема Да, согласен с вами Разговора очень длинная Мы про нее пишем там через раз в два месяца, наверное, точно пишем Вот, и сильно эти процессы идут То есть перестройка мировой финансовой системы идет, мы это видим Потому что снижается доля долларов во всех расчетах Увеличивается доля юаня нашего китайского друга Потому что Китай, говорят, через несколько лет станет вообще крупнейшей экономикой в мире Обойдет США Ну, смотрите, по паритету они уже обошли Паритет покупательной способности это то, сколько страна может купить на один доллар, да, в ресурсах Вот, а как бы в номинальном выражении, по паритету уже обошла она, вот, и давно Вот, а в номинальном выражении обойдет нам лет через, ну, по прогнозам, 8-9 Будем посмотреть Будем Вот такое выражение Продолжение следует